Товарищи, а? А теперь я на чем не запить? Его? Товарищи, тогда по-другому объясню. Запомните, с 2003 года во все медикаменты в состав таблеток начали добавлять вещество под названием тальк. Все читайте. Раньше шел пищевой крахмал. Помните, таблетки были мягкие, пальцами ломались? Сейчас какие? Дубовые, их не разгрызешь. Так вот, товарищи, объясняю. Вот этот тальк, это детская присыпка, это цемент. На него капнуть водой, он цементируется. И вот я почему сказал, мне гипертоников жалко. Они, когда каждый день пьют эту таблетку от давления, у них сначала эта талька седает на стенках животы и кишечника. Из-за этого происходит понятие непроходимость, по-русски говоря, запоры. Кто пьет таблетки, с этим сталкивается. И самое плохое, тальк в таблетках и седает на засудах головы и сердца. В засудах появляются тромбы, тромб отрывается, происходит инсульт, инфаркт. Вот, товарищи, к чему приведет каждый день прием медикаментов. Я вас поэтому не пугать приехал, а только предупредить. Я вам, товарищи, с богатым жизнью опытом, вы жизнь прожили. А я вам только как, молодой специалист, хочу подсказать, как дома, без таблеток, стабилизировать высокое давление, приступы сердца снятия, головную боль у себя дома, без таблеток. Кому интересно? Мне. Записывайте, запоминайте. Милая девушка, потом все видео по 100 рублей. В первую очередь, товарищи, всем хотел подсказать от высокого давления, от гипертонии. Как на целые сутки давление можно дома стабилизировать, чтобы таблетку не глотать? Запоминайте. Берете дома, перед сном. Почему девушки и мужчины перед сном? Потому что инсульт, инфаркт когда приходит? Правильно, милая моя. Ловьте. С трех ночи до семи утра. Объясняю, почему так. Действие любой вашей таблетки от давления, товарищи, 3-4 часа. Вы же ночью по 2-3 не пьете, поэтому под утро, конечно, вы все знаете, потом 4 инфаркта и перенесли. Все знаете, молодцы. И, товарищи, и поэтому хочу всем сказать, поэтому хочу всем сказать. Когда у вас давление повышается, внутри сосуды сужаются. И что делать? Берете перед сном. 9% уксус есть дома? 200 грамм, целый полный стакан. И стакан берете обычной воды. И смотрите, что делаете. Смешивайте один к одному. Стакан уксуса, стакан воды. Чтобы у вас получилось, как на пельмени, кислая вода. Чтобы язык терпел. И в этом уксусном растворе соштинные носки есть у вас? Вяжете? Только чистые и нитранные. Хорошенько прополощите и отожмите, чтобы с них не текло. И вот эти, девушки, влажные уксусные носки, пожалуйста, перед сном на 10-15 минут. Для чего? Вот здесь у пятков у каждого человека проходят самые толстые сосуды. А уксусный раствор вместе с шерстью вам на целые сутки расширяет. И у вас целые сутки кровь идет по большому кругу, а не только в голове. И целые сутки давление не беспокоит. Запомнили? Детям уксусом помните, что делали? Да. Температуру сбивали. То есть, товарищи, когда вы ребенку протирали грудь и спину? Да. Грудь и спину. У ребенка поры расширялись, а внутри жарко ходит. Тот же самый смысл, только на ноги. И у вас кровь от головы уходит по большому кругу, и целые сутки нет давления. Запомнили? Если хронически уже этим не поможет. Милая дама, если у вас хронически, если у вас хронически, сколько лет? Лет 35, наверное. 35? Я имею в виду, идет давление у меня. Уже пол жизни. Я просто почему вам хочу сказать, я у вас еще раз говорю, иду с улицы Ленинградской, я эти рецепты уже людям подсказал. Мне через два месяца уже ваши соседи, такого же возраста, как вы не моложе, написали благодарственные письма на 30 единиц, давление понизили. Вот этим, что ли? Да, да, да. Товарищи, второй рецепт, пока, хотел вам вопрос сказать. Но это когда давление поднимается. Нет, бабушка, это каждую ночь, каждую ночь, ты же таблетку от давления, каждый день пьешь, каждую ночь, перед сном, просто на 15 минут отдела влажный, полежала, снимаешь, и целые сутки потом давления нету. И каждую перед сном, каждый день просто повторяете. Понимаете? Только, товарищи, пишите все правильно, о том, что женщина звонит перед Олег, я носки-то взяла, прополоскала, думала, давление там в голове, а носок-то горит, не налазит. Поэтому это все равно на ноги не будет идти. Товарищи, второй рецепт сразу всем хочу подсказать, чтобы вы поняли, почему все гипертоники, кто пьет таблетки от давления, вы все будете сердечниками. Потому что все таблетки от давления какие? Мочегонные, диуретики. Когда пьешь от давления, куда? В фото в туалет. А вместе с жидкостью и сердце выгоняется. Калий и магний. То есть, когда вы пьете от давления, свое сердце убиваете. Потом выписывают еще кардиомагнию дополнительно, чтобы на 3-4 тысячи больше выкупали. Вот такой бизнес. Поэтому, сейчас атмосферное давление меняется. На кого влияет? На сердечников. Не лягов? Вы упадете. Что прохожие скажут? Я, наверное. А честно, скажите, сейчас руку подадут помощи? Нет. Вот люди в возрасте подадут. А молодежь мне говорят, Олег, подбегут многие, просто по карманным еще прошарят и все. И заберут. В этом случае, что можете сделать? Руку поднимите. У кого есть дома перец, душистый горошек? Есть дома? То есть, товарищи, не путайте. Есть черный мелкий, а душистый, это который побольше. Могурцы, помидоры, засолки. Перейдете, девушки, домой, разложите себе в кармашек по одной, по две перчины. Места много не занимает, есть, пить не просит. Но в любом месте, дома, на улице, вы почувствовали обрачем грудь давить, сердце колет, отдает под лопатку. Это приступ. Берете из кармана перец, душистый горошек. Его надо пополам прокусить на две половинки. И ложите под язык. Две минуты, приступ сердца отходит. Запомнили? И в отличие от нитроглицерина, нитросорбита, действует десять раз быстрее, вреда здоровья не несет. Только девушке, голодать не надо, две минуты под языком и сплевываете. Под языком находятся рецепторы, которые отвечают за сердце. Из-за этого приступ отходит за две минуты. Только без таблеток. Запомнили? Ну и, товарищи, и хотел еще всем подсказать от головной боли. Голова заболит, таблетку не пьете, идете на кухню в холодильник. У холодильника есть дома? Конечно. Нет, не поможет. У вас, товарищи, на холодильнике у многих висят маленькие магниты цветные. Дети играют. Поняли? Голова заболит, возьмите два магнита таких. С левой рукой и правой. И вот так пальцами приложите к левому и правому виску вот так на 10-15 минут. Держите два магнита. У вас вокруг головы вот так создается магнитное боле, и головная боль проходит за 15 минут. Это на себе проверял. Помогает. Запомнили? Товарищи, я еще раз хочу напомнить, чтобы было понятно. Наш центр называется вот так. Меддеком. Медико-ознакомительный комитет. Я к вам не приехал, агитирую, чтобы вы не пили таблетки, не ходили к врачам. Это ваше мнение. Как хотите, так и лечитесь. Но честно скажите, сколько лет вы эту химию пьете? Вы что-то вылечили? Сами себе признайтесь. Да ничего. Одну лечу, другую колечу. Да, товарищи. А вот благодаря моим рецептам, я просто вас прошу, хотя бы от 50% химии откажитесь и народными средствами помогите себе. Но самый главный враг, хотите, скажу, кто у нашего брата? Лень. Лень заваривать, лень запаривать, лень летом в лес ходить. Легче же выпить таблетку и на диван сериал смотреть. Это же проще. Вот поэтому, товарищи, у нас сейчас... Вот поэтому, товарищи, я и хочу сказать, из нашего брата сейчас делали наркоманов. Мы не за лечением, а вы просто задолжны с каждой пенсией в аптеку и по полпенсии на это тратите. Вот, товарищи, что хотел объяснить. И, товарищи, запомните. Еще, товарищи, какой хотел вопрос задеть? У вас пообещали прийти 12 человек, у вас половина не смогла выйти физически. У вас очень много больных людей, которые вот так по квартире ходят. Поняли про кого? Поднимите руку сначала. Те, у кого суставы еще не болят? Не болят. У меня не болят. Какой молодой? Полжизни прожил, вы что? Бабудочка, раз не болят, молодцом. А у кого болят, руку поднимите. За всех не говорите. Дом, о чем тогда лечите суставы? Чем мажете? Кетонал. Кетонал? Я почему вас спрашиваю? Вот вы, 68-й дом у вас, Калинина, женщину говорю, с чем вы лечите? Телевизором. Я говорю, как-то. Как рано, что ли, подносите, греете или кашпировского. Помните, как раньше? Она говорит, нет. Олег, включаем сейчас рекламу. По рекламе сразу что начинается? Честно. Фастовый гель, быстрый гель, капсикам, хатроксид, летот, лошадиный, пчелиный, найс, хатроксид. Бесконечное количество. А вот вам хотел сказать, почему вообще суставы болят? Почему вы себе мазью делаете только хуже? Объясняю. Под коленной чашечкой находится межуставная сумка и межуставная жидкость. Вот эта жидкость суставная после 45 лет не вырабатывается. Предел. Из-за этого сустав скрипит и крутит, смазки нет, нам больно ходить. А когда вы берете мазь, вы этот процесс просто ускоряете. Каким образом? Начинаете мазать, мазь греет, прогревает, а греть уже не надо, когда болит. Она расширяет, поры греет и вместе с потом остатки жидкости забирает, особенно ваш китонал. И чем больше мажете, тем больше хрустят. Это хоть замечаете. Товарищи, после ваших мазей, когда перестанут помогать, вас сразу врачи сагитируют на уколы. Здравствуйте. Да. На уколы сейчас самое распространенное. Знаете, как я тебе? Да, да, да. Подруга у меня делала. Бать, проходишься надо. Будьте, мне только по медицине, если есть. Маски, бать, вам там есть. Надо? Саша соблюдается. Товарищи, и вот после этих уколов, я просто сразу всех хочу предупредить, деклафена, картофен, разные блокады. Их ставят в суставы или в поясницу. Просто нестероидное обезболивающее, чтобы вы знали. Вокруг суставы убивает нервное окончание, вы просто боль не чувствуете, а болезнь прогрессирует. И после этих уколов у человека начинается деформация. Ноги потом видели, вот так уже колесом выгибает. Поэтому, товарищи, просто будьте аккуратны. Если интересно, я вам 2-3 рецепта от ваших суставов могу подсказать. Кому от суставов интересно? Интересно. Тогда записывайте, задумывайте. Сад-огород есть у вас? Понял, такой здоровенький вам больше 30 дней даже. Товарищи, сад-огород, если у вас есть, если у кого есть, к вам поедем, у вас скажите только честно, есть такое редко растение, нигде не встречается, хрен называется? Есть, конечно. Мне, как ваши соседи 68-го сказали, Олег, у нас у тебя улица хреновая. Поэтому, смотрите, товарищи, листья хрена не нужны. Нам нужен только корень. Вот этот белый под землей. Берете корень хрена, провернуть нужно на мясорубке, чтобы получилась каша. И эту кашу завернуть в платок или в марлю, чтобы компресс получился, компресс. И на место, которое болит, вот здесь сбоку сначала смазать маслом. Лучше растительным для чего? Чтобы не обжога. Правильно, пятерка вам. Чтобы ожога не было. И прикладывайте компресс на 10-15 минут. Долго, девушки, держать все равно не надо. 10-15. Болеть не будет, как сустав, целый день. 5-8 часов вообще не болит. Поэтому, товарищи, я не говорю, что вы этим корнем хрена лечите. Вы также обезболиваете ног. Безреда для здоровья. То есть сустав-то уже не сушит, хуже не делает, как мазь. И самое главное, что для пенсионеров? Это же бесплатно растет. Только копай и копай. А в аптеку сейчас без тысячи рублей нечего ходить. Вообще. И, товарищи, второй вам хотел рецепт подсказать, пока зимой будет хрен под снегом лежать. Бананы кушаете? Диабета, сахара у них у кого нет? Нет. При диабете бананы кушать нельзя, если кто-то не знает из родственников. Бананы очень сильно сахар поднимает. Предупредите, если кто не знает. А, я кушаю бананы. Вот если есть предпосылки к диабету или сахар прыгает, лучше не кушать. Бананы очень сильно сахар поднимают. Поэтому лучше не надо, если уже есть расположенность. Поэтому, товарищи, нам банан не нужен? Кожура нужна. Куда кожуру девайте, когда банан скидывается? Соседу подберь, да, чтоб пошел чок побери. Сейчас, смотрите, выкидывать не надо. Берете одну кожуру банана и всего лишь 100 грамм спирта содержащего средства. Как вы и сказали, водка, спирт, самогон. Любое, главное, выше 40 градусов. И смотрите, что делаете. Кожуру банана положили на разделочную доску. Ножом измельчаете на мелкие-мелкие части. И заливаете вот этими 100 граммами водки или самогона. И убрать настояться на полторы-две недели. Закрывать не надо. У вас, наоборот, за две недели весь спирт испарится, а там получится такое желеобразное, как мазь-гель-вещество. Берете эту мазь, вот так себе только наносите. Она к вам в сустав впитывается, все питательный несет. Обратно не испаряется. Боли не будет 18-20 часов на целые сутки. Запомнили? Вот такая мазь. Товарищи, а вы вообще молодец на сут прождения. До гимнастики дойдем. Сутку как у вас. Товарищи, и вот сразу всем хочу сказать, пишите все правильно и записывайте. Потому что, опять же, у вас соседи звонят. Говорят, мы с дедом сразу, бабушка, литр настояли, каждое утро пьем, пьем, пьем. Это наружное. Не путайте, не внутрь. И хотел вообще спросить. Товарищи, как в поговорке у нас говорится, сейчас все болезни от чего? Все болезни от? Нет. Правильно. Пятерка вам. У нас сейчас, товарищи, только язва от удовольствия от того, что мы едим колбасу, которую кошки не едят. Вот от чего язва. Все остальное от нервов. А где находится центральная нервная система, кроме головы? В голове. В голове. Позвоночник, наш толк жизни. Вас ко мне на две минуты можно? Идите сюда. Мужа нет рядом? Это он ушел. А это ваш, который в очках стоял? Да, да, да. И в рабочей одежде, да? Нет. В рабочей одежде, да? Или в которой больше всех ругался? Нет. Нет. А, больше всех ругался, то вот. Нет. 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 Вот наша центральная нервная система, это наш позвоночник, называется столк жизни. Скажите ваше мнение, как считать, если надсадить позвоночник, могут ноги отказать? И руки откажут, и жидкий стул, и тошнота, и рвота пойдет. Если вы что-то сделаете от позвоночника, оно отвечает за весь организм. И разделено три отдела. Шейный, грудной, поясничный. Шейный отдел за что отвечает? И наши руки, верхние конечности, грудной, это органы дыхания, пищеварения, сердце поджелудочное, все, что под грудной клеткой. И поясничный за что? Мочи, вонящие пути, почки, и наши ноги, на чем ходим? Ну вот вас погладил, глаза заблестели, на пять лет помолодели. Проходите. У вас-то вообще нащупывалось огромное. Товарищи, и вот вместе с вами сейчас нащупим корень наши болезни, и сами нащупайте, много у вас болезней, или кто-то поменьше накопил, чтобы всем нащупать, надо всем поднять правую, левую руку, все-все-все поднимайте. И вот сюда себе все вот так вот запрокиньте. Что все здесь нащупали? Шишку. Вот. Вот вы молодая. А мне ваши засиди сегодня как только не говорили. Шишка, хохолок, бугорок, верхний копчик. Одна женщина, знаете, как сказала, это говорит, как муж 25 лет назад сел, так и слазить не хочет. Товарищи, а по-научному запомните, вот этот горб, вот эта шишка, это не жир и не сало, это отложение солей и шлаков, называется остеохондроз. И вот этот товарищи остеохондроз, вот эта шишка у каждого человека растет с 6 лет. Как мы с вами пошли в школу, из-за сидячей осанки, из-за парта с первого класса, из-за сидячей, он, у нас эта шишка горб и растет. И смотрите, что происходит. У более полных, точных, толстеньких людей, у них горб наружу торчит. Они поэтому видят, говорят, у меня вон какой горб. А у худых, которые худые, у них наоборот внутрь устается, поэтому худые не могут нащупать. Видели, у худых потом на груди начинает вот здесь шишка торчать? У худых хондроз растается внутрь, это еще хуже. И самое плохое, что делает хондроз? Смотрите, у каждого человека в шее слева и справа проходят сосуды, коронарные артерии. А вы представьте, горб, шишка растет посередине сосудов, и каждый год он все больше. Что он будет делать с сосудами? Сжимать. И чем мы старше, у вас хондроз все больше, а сосуды в шее с каждым годом все тоньше и тоньше. Именно из-за хондроза кровь в голову все хуже поступает. В первую очередь появляется шум в ушах, головокружение, бессонница, ломит затылки. На хрусталик глаза кровь плохо поступает? Из-за этого развивается катаракта, садится зрение. Поэтому сколько вы раз хрусталик не меняете, это все бесполезно, потому что за хондроз на новый хрусталик опять не пойдет. И через три года он опять помутнеет. Садится вслух, мы начинаем плохо слышать. Выпадают волосы, выпадают зубы. А самое страшное, это склероз и атеросклероз. То есть клетка мозга крови не хватает, клетка умирает. Из-за этого наша память не пропадает. И чем старше человек, тебе память и что? Потому что хондроз все больше. Вот отсюда и все. Как вы это повесите в странице? А, вот я сейчас и хочу подсказать. Я вообще просто хотел дальше, что он делает, чтобы было вам понятно, что эти таблетки бесполезны пить. Товарищи, мы не речим хондроз в шейном отделе, дальше он впускает в грудной отдел. И эта опухоль дарит на грудную клетку. Что появляется? А вы папиросы хурили? Не баловались? Вот. Я девушке всем хочу сказать. Если вы проходите 100-200 метров и вы задыхаетесь, на второй этаж на третий подняться не можете, чтобы не передохнуть. Это и есть первый приз на грудного хондроза. Он изнутри давит на грудную клетку. Мы из этого сдохнуть не можем. А потом хронические заболевания, такие как астма, бронхиальная астма и остеохондроз изнутри давит на сердце. Отсюда и шемесины, как геевитмия. И когда в поясничное дело спускается хондроз, куда забивает соль и шлаки? Отсюда появляется не с того, в первую очередь, камни в почках. Он начинает свои шлаки в камни. Мужикам давит вот сюда, появляется донома простатит. Поэтому девушке сразу всем хочу сказать, у кого дома, мужья супруги. Не доводите, пожалуйста, с этой, если думаете, что это шутки, все, и рукой можно махнуть, не надо. А донома простатит переходит в онкологию, в раковую опухоль. От этого мужик может просто загнуться. Поэтому не доводите, хоть это вроде с писькой проблемы. Ну и если у нас в поясничном все сдавило кровь, то куда не пойдет? В ноги. Вот из-за поясничного хондроза к вашим суставам вы не проходите 5 часов, а из-за этого смазки нет. Из-за поясничного хондроза кровь не идет к мышцам, из-за этого постоянные судороги. Из-за поясничного хондроза кровь не идет к ногам, из-за этого ноги холодные и мерзнут. Называется это аторосприрост нижней конечности. И приводит... Субтитры подогнал «Симон»